Машина походу реально брошенная, здесь просто не бывает людей, то есть здесь может проходят какие-нибудь алкаши, бомжи. Так ничего, сейчас и выглядит. С виду да, но она вроде не миловатая. Вот сам подумай, если она стоит столько времени здесь и открытая, если бы она была на ходу, ее бы никто так не охерачил. Как дождь, что я нашел? Клюш. Только он, я не знаю. Он ни хера не работает. А что случилось? Ты мою машину угоняешь. Это ваша машина? Конечно моя. Мне сказали, что она на брос. Это твоя машина? Да, моя машина. А сколько, какого хера она стоит? Она стоит и стоит, тебя ебет. Ты же хотел ее угнать. Вот мошку пить, чтобы проблем не было. В память об отце оставлена машина. А, номер? Типа того, пропал. За этой машиной, собственно, все владельцы пропадают рано или поздно. Человек, который ездил до него, так же пропал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Сейчас я встретился с Саньком. Он позвонил мне и сказал, что есть какая-то новая тема для видоса. То, что мне это будет интересно. И сейчас послушаем, что он расскажет. Короче, недавно школьник написал, что нашел машину на стройке, вот где биосинтез. То есть недалеко оттуда. Где льмер убил. Да, да, да. И, короче, типа она стоит там уже больше месяца. И вот он мне, конечно, написал, что она никому не нужна. И, типа, можно посмотреть, что-нибудь прикольное с ней снять. Короче, это Субарик вроде бы, импреза. И, короче, я ездил вот недавно. Там он реально стоит белого цвета. Такой весь гнилой, конечно, потертый. А он как на ходу, не на ходу? Без понятия. Я видос там хотел снимать. И, типа, не было времени особо прогреть. Будет просто странно, если второй раз подряд будут такое снимать. В общем, ребят, перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк. А мы ближе к вечеру поедем к этой машине, посмотрим, что она из себя представляет. Почему она вообще брошенная, в ком она стояние. И, возможно, что-нибудь с ней придумаем, что-нибудь заснимем. Желаю вам приятного просмотра. Она вообще как там, живая, не знаешь, машина? Ну, с виду... Ну, блин, она, конечно, гнилая. То есть видно, что она такая давно стоит. Но она стоит, я не знаю. Я тебе говорю, мне сначала школьник сказал, что она стоит. Он написал мне ВКонтакте. Потом, короче, школьники пишут, где что стоят. Ну, блин, да, бывает такая херня, редко. Редко, ты сейчас везде школа не что-то находишь. Что, мне кажется, когда зашли. И да, если такая пензун у нас. Она реально там стоит. Ну, да, она была чистая. Да, да, вот направо, направо сразу видишь. Вот сюда заезжай, и внук прям, да. Сюда? Нет, 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 прямо вот туда. Сами направо. А что ты со школьниками опять не пошел снимать? Это как у тебя с твоих друзей машина, например? Нет, нет. Ну, видишь? А смысл мне тогда тебе говорить, если из моих друзей? Если меня пранкануть. Нет. Что, туда? Вон, видишь, да, вот это белое. И что, к ней будем подъезжать? Давай тут же ты-то пропорхуй. А, ну так ничего, кстати, выглядит. Ну, с виду, да. Ну, она вроде всего гниловатое. И что, это пол-тво бросать думаешь? Да я не знаю. Ей вообще по кузову, ей вообще пиздавиш, она вся гнилая здесь. Она вообще гнилая, у нее вот пороги, то есть даже. Блядь, там чуть-то не руку, мне кажется, можно засунуть. Она на ходу? Не знаю. Ты ее открывал, она по-любому? Капот, он вообще закрытый. Она не закрыта. Открыта даже? Ну, я не смотрел. А где рука? А, она праворульная. Да, она праворулька идет. А я что за пятнами на сиденье? Я не хочу туда садить. Хочешь сказать, со сильными рами, то есть, да, которые у нас тут на сайте барыжатые имя? У нас даже, вот, на бухровке у нас до хера было таких брошенных тачек. Реально тупо забивали хера, оставляли. Поэтому я ничего удивительного для себя не вижу. Саня говорит, что машина брошенная, но что-то верить ему не хочется. Это реально бедро. Мне кажется, он меня пранкует. Я тебе не верю, то, что приходил, он мне не трогал ее даже. Ну, я трогал, но кузов просто посмотрел. Странно, что она открытая. А что странно, вот она поэтому... Вот сам подумай. Если она стоит столько времени здесь, и открытая. Ну, ее больше давно бы растащили, мне кажется, тут. Тут стройку разбирают по частям, целыми днями. Стройку-то разбирают. А что, ключей все равно нет, ничего нет. Ключей-то ясен херня. И что, смысл, на МТЛ вам ее сдать просто? Не знаю, может. Не, ну, просто... Зад закрыт. Иду-ка, попробую еще раз. Все. Откроешь ли там? Да. Не, ну, смотри. Свет даже горит. То есть, окон даже не посаженный. Не знаю, она мечет стрёмно. Не знаю, как-то. Сомнительно очень. Умашки какие-то спички. Ну, не бывает такого, что какие-то вещи... Сколько она на скидку может стоить? На скидку до 1040-50-60. Я не знаю, ну, это же ведро, пиздец. Ну, ее бы не бросили за 40-50. Ну, это просто ведро. Если бы она была на ходу, ее бы никто так не охерачил. И к тому же на открытой стоит. Значит, владельцу похер на тачку. Даже дверь не закрылась. Она сейчас, по-моему, развалится уже. А в бардачок-то залезал? Нет. Я с горьего ее еще не лазил. Я из другого видоса хотел снять. Я почему ее не открыл, потому что я другой видос. А, бардачок с той же стороны. А я с этой хочу посмотреть. Там ничего нет. Чек на заправку. Какое число? 15-й год вообще. Серьезно? Да. Нет, ничего, ничего. Забудьте ключей нет. Тогда нахер она нам нужна. Машина, походу, реально брошенная. Здесь вообще, ну, такой райончик вообще. Здесь просто не бывает людей. То есть здесь, может, проходят какие-нибудь алкаши, бомжи. Блядь, я хочу попробовать из салона багажник открыть. Реально? Да. Сейчас я сиделку опущу. Не-а. Не как? Не-а. Ну, смотрите, в принципе, машина-то ничего так выглядит. Ну, тут, наверное, номера, хоть они и говнястые. Решаль, как думаешь, что я нашел? Че? Ну, как думаешь? Презики? Не-а. Ключ. Так он, я не знаю. Слушай, твой по-любому ключ. Да ты че, дурак? Что я тебе говорю? Да я тебе принес. Ёпт. Блядь, а где у него этот? А, он с этой стороны. Блин, ну вообще неудобно, кстати. Че, подошел? Она запищала. Стоит, сгорелся. Блядь. Не заводится? Не-а. Че, думаешь, она ей? О, все, верхних ехать. А, не завелась. Завелась? Тихо, тихо, блядь. Что, типа? Охуеть. Тихо. Сейчас внимание привлечено только. Да какое внимание? Не ссы. Нихуя. И че, ты хочешь сказать, что она брошенная? Не знаю. Ну блин, ну они говорят, что она реально давно стоит. Тихо, меня не пришиби. И че делать будем? Что, мы катем сюда хотя бы постройки? Че делать будем? Реально хочешь прокатиться? Сможем выехать? Не знаю, да я прокатюсь? Да. Только я не сяду спереди, там видел, какое пятно. Ладно, задчик, возраст сейчас из-за пятно. Интересно, какой здесь движок? Или вообще пофиг, честно? Меня вообще насрать. Ёх, ни хера, как она копает. Ничера тут. Ну-ка, ну-ка, топни. Тут что-то по такой дороге? Она едет, нет? Прям, мне кажется, не могу понять, Годра или нет. А кажется, что да? Ну-ка, по такой дороге кажется, что да. Ну, по такой-то понятно. Ну, хопит так себе, да? 60? По ощущению, у кого-то. А она как кольмера, да, едет? Примерно. Ну, щелкает автомат, прикольно. 70. Да ты стой, той, у нее тормозат есть, я надеюсь. Ты тормози. Смотреть. Ой, как это ущербно. Я пытаюсь. На ВС-60! 60! 70. Она вкором, типа, будет нормально, кстати. Тихо-тихо-тихо-тихо, ёбда, тебе не ехать. Все, так наоборот, не вверх. О, слезло ли? Да, чуть-чуть. Пугарно. Кто это сказал? Подожди, где? Вот. Не знаю, чужит. Толся какой-то. Ну, нахуй, закрой дверь, блядь. А как? Не знаю. Акро? Ну, ни хера не работает. Пусть, ходь. А что случилось? Ты мою машину угоняешь. Это ваша машина? Конечно, моя. Я не угоню. Мне сказали, что она заброшена. Как это заброшена? Мне просто не говорили. Мне сказали, что тут стоит машина, она брошена. И ничего не брошена. Это моя тачка. Я не знаю, извините. Не извините, чувак, сейчас будем взывать курс. Моя машина пытался угнать. Я не пытался. А эта тогда что? Я прохожусь. Она стояла, она стояла, брошена. Ничего не знаю, пацаны. Она открыта была. Франкер, ёбы, греть, ты нахуй. Ты мою машину пытался угнать. Сколько он тебе заплатил? Никто ничего не платил. Ты дурак? Я ничего не делал, не паркую. Да я здесь что-либо нахер, разбирайся, короче, сами. Не-не-не-не. Так, стопэ. Пойди. Я тебе серьезно говорю, я не платил ему ничего. Никто никому ничего не платил? Да, я просто снимаю это. То есть, это твоя машина? Да, моя машина. А сколько, а какого хера она стоит? Ну, стоит и стоит тебя ебет. Ну, бля, она и стоит. Мы их не угнали, мы на них просто посмотрели. Мы их скотнулись на них, а что ключи внутри лежали? Сейчас в участке посмотрим. Ну, смотри, просто. Смотри, мы ее не угнали, как ты докажешь? Ну, смотри, мы приходим сюда, стоит машина. Ну, послушай, мы приходим сюда, стоит машина, она вся в грязи, в каких-то листах. Ну, что дальше? Ключи внутри валяются, она открыта, ну, что мы должны быть подумать? Стоит больше, я не знаю, недели. Стоит она давно уже, реально. Сколько она стоит? Месяц или что? А что ты делаешь-то вообще? Что хочу, то и делаю. Моя тачка, где я хочу, там ее ставлю. В чем проблема? Ну, давай, мы, короче, просто разойдемся и все. Короче, да. Что ты предлагаешь? Мы не знаем, что это твоя тачка, но это тупо. Ну, ты ее пытался угнать, дальше будем разбираться. Не пытался он ее угнать. Не пытался. Когда он пытался ее угнать. Я только что видел. Ее в любой момент могли угнать, если она так брошено стояла с ключами, с открытыми дверями. Ну, не угнали же, не угнали. Стояла и стояла. Чем она вам помешала? Дим, ему забензо. Ну, смотри, хотел же забрать. Хотел. Сколько, смотри, за бензо? Тут мы прокатились на 100 рублей, даже 100 рублей нет, до 10 рублей нет. Мы объехали вот туда, вшел на дорогу назад. Ну, я имею в виду чисто за ситуацию. Ну, да, давай тысячу ее расходим. Не пойдет. Да ты не докажешь. Ну, если понравилось, можешь купить. В смысле купить? Ну, в смысле, ты же хотел ее угнать. Вот можешь купить, чтобы проблем не было. Да, чтобы ее угнать, эти брос прокатились. Ну, не хотим покупать, зачем она нужна? Сколько она стоит? 10, 20? 50. Серьезно? Серьезно, за это ведро она гнилая. Как вы же ее машина? Гнилая она. Что с машиной? А, что с машиной? Машина с историей, Солбой. А, с какой историей? Судих у всех историей. Машина моего отца. Ну, а что, кстати, почему-то на ней едешь? Как ты нам ее хочешь продать, если ты машина твоего отца вообще? В память об отце оставлена машина. А, он умер? Типа того. Пропал. Ездил, ездил, решил остановиться на трассе. Все, пропал. В смысле? Пропал. Ну, вот так. Мистика. Машина осталась. Он пропал. Может, колдырить? Пошел. Не знаю, где-то. Кто знает, он странно. В этой машине, собственно, все владельцы пропадают рано или поздно. Сколько еще варьет? Чуть-чуть так. Ну, вот, хоть вверх, хоть вверх. Реально тупо. Честно. Насколько у него владельцев было уже? Три. А остальных-то? А откуда знаешь, что другие тоже пропадали? Люди рассказывали. Чуть-чуть. А твой отец, когда у него покупал, мне рассказывали эту историю? Тоже самое рассказывали. Человек, который ездил до него, также пропал. Машина осталась, он пропал. Мне кажется, что эту историю... Не, погоди. Просто колдырь. Нет, слушай. Просто если такая ситуация, ты не подходи к мне так близко. Человек реально не убегу. Не, ну смотри, если не знаю, что-то... Нет, это все истории. Если такая история, то наоборот скидывать цену должно не накидывать. Никто ничего не накидывает. Цена машины полтос. И что, вот память об отце. Тебе пофигу на память? Машина не нужна больше. А память? Память останется в голове. Не, ну что-то мне не хочется выбрать. Деду, конечно, это тупизм. Нет, историк, конечно, смешная. Да, у меня есть, в смысле, смешная, ты извини. Тоже, твоя тачка. Да, ну просто как есть. Там вот как-то херень какой-то, по-моему, рассказал. Спрос забит. Такая вот реальная история. Ты знаешь, как это звучит тупо. Ну да. Ну вот сам хочешь, я решу, мы сейчас пришли, и ты нам пришли, и ты нам такой это рассказываешь, как это для нас. Историк, конечно, забавный, но убрать что-то мне не хочется. Не, ну для видос прикольный, да? Для видос, да. А что с ним можно сделать? Подари школьник, подари, школьник пропадет, нахер. Так хорошо, минус школьник. Ну за 40, если норм. За 40, по двадцатке скинемся? Да. Ну, блин, да. Или как раз ее затюнем и разыграем среди подписчиков, потом контр. Ну как, я не захотел после этой истории ее футболит. За 40? Хорошо, давайте за 40. А у тебя договорку при продаже есть или как? Сейчас сделаем. Как тебя зовут? Документы есть у тебя свои? Есть. Покажи. А это СТС. СТС тоже, да, нужно. Мы же это-то, блядь, не будем просто так в тачку убрать. Не знаю, как, что. Покажи, мы на камеру не будем светить. А у тебя права, да, есть? Да, кстати, фамилия и имя, отчество. СТС. А, уже есть. Очень серьезно. Ева? Да. У тебя есть карта? Мы тебе на карту сейчас перейдем. Конечно, давай. 23,63. Евгений Валерьевич? Погоди, а договор-то есть еще с собой? Сейчас же спечатаем. Не проблем, сейчас поедем. Да? Погнали. Погнали, что? Че, чувак, езжай. Поморгай ему. И че он встал-то? Может, он тоже пропал? История, конечно же, не отдаёт. Ну, да, я боюсь, такими еще связано с чуваками. Вообще, какой смысл. То есть, получается, каждый день, когда школьники сюда приходили, то есть машин туда, значит, он тут все-таки был. Пусил? Да. Но в истории вот тут рассказать и тачка в файле. Ну, это тупость. Это реально тупо. Понятно теперь, блядь, как ты снимаешь видосы, где-то там походите чьё-то просто там чьи-то телефоны нашли и все готово ты пойдет да не на том что чё скажешь неважно вырежем короче договор купли-продажи мы заполнили машина теперь официально наша принципе да так жить договор номера для данного я оставляю тогда номера сниму да на память а так пожалуйста распоряжайтесь вашим новым автомобилем но будьте аккуратны ребят машина с мифической историей может верить или плите истории но это же реально чушь не чушь но истории такие были так что аккуратней до самого ты веришь по одному есть не принципе да мой отец живой пример поэтому да так ты ты на нибудь рулем я боюсь на право руль пропадающих были право руль не участь придумываем сняли только даже не знаю как и задействовать в общем то все а что ты пешком пойдешь наверно на маршруточке ну давай ладно давай удачи скупили я один не поеду попадающим ребят напишись в комментариях чтобы вы хотели видеть с этой машины ли мы разыграем нас отцу не затюнем вот они предлагают то немного затюнь перевести в порядок а ну покатаемся кстати можно дарод переставать да на нее собрать ждать его нужны наш полный вот подрифтую на ней чутка короче поснимаем отсюним а потом возможно строим конкурс и разыграем среди подписчиков напишите в комментах как вам такой вариант и может что что-то лучше предложите ребят на этом наше сегодняшнее приключение подходит концу подписывайтесь на канал ставьте лайк давайте набираем 20 тысяч лайков и выходит продолжение с этой вот тачкой что делать естественно вы тоже пишите комментариях придумайте что-нибудь и дальше посмотрим что с ней мы сделаем поэтому обязательно ставь лайк до новых встреч пока